Всем привет! С вами Абдулина Арина. Сегодня вы узнаете много нового и интересного. КФУ прошел пресс-тур для ведущих руководителей СМИ Татарстана. В Казанском университете уже традиционно проводится форум Russian PR Week. В Инженерном институте КФУ состоялась Республиканская олимпиада юных изобретателей Кулибина 21 века. 25 апреля в зале попечительского совета КФУ прошло очередное заседание ученого совета университет. Главным вопросом на повестке дня стало представление нового главного врача университетской клиники Сергея Осипова. Кроме того, обсудили список специальностей для кандидатских и проголосовали о назначении новых заведующих кафедрами. А 24 апреля в Казанском федеральном университете прошел пресс-тур для ведущих руководителей средств массовой информации Татарстана, посвященный особенностям педагогического образования в УЗИ. Подробности далее. 24 апреля составился визит главных редакторов и генеральных директоров СМИ Республики Татарстана в институты КФУ, задействованные в реализации уникальной распределенной системы педагогического образования. Предполагается, что такие встречи могут позитивно повлиять на развитие системы образования в республике через налаживание взаимодействия университета и общества, а также информирование населения региона о том, как работает университет. К юбилею, в 215-летию университета, мы закончим реконструкцию практически на многих объектах нашей клиники. И если аэротринацию организует, мы бы тоже показали все те новые тренды, которые сегодня мы внедряем в системе здравоохранения. Потому что именно вопросы, связанные с системой образования, подготовки учительских кадров, подготовки специалистов для работы в медицинской отрасли, в целом в отрасли здравоохранения, они волнуют всех. Визит руководителей СМИ прошел по маршруту институтов, на базе которых проходят обучение будущие учителя и внедряются новейшие образовательные методики. Во время визита ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал гостям об уникальной распределенной системе подготовки учителей-предметников КФУ. Это распределенная модель, когда базовым, ответственным за подготовку учительских кадров является базовый. За медиков там институт фундаментальной медицины, за подготовку учителей. Базовым является институт психологии образования. И вот здесь показано, что это пронизывает все институты различных предметных областей, там, где мы готовим учителей-предметников. Созданная КФУ и система подготовки педагогов привлекает все больше внимания зарубежных экспертов. Директор института психологии образования КФУ Айдар Калимулин анонсировал проведение в университете 5-го международного форума по педагогическому образованию АФТИ-2019, который состоится 29-31 мая. Еще одной новостью, озвученной в ходе встречи с представителями СМИ, стало известие о вхождении научного журнала образования и саморазвития в базу данных Скопус. Одной из важнейших тем стали вопросы полилингвального образования. Мы должны готовить учителей конкурентных, умеющих работать в полилингвальной среде. Это не два разных учителя или не три разных учителя. Один и тот же учитель физики или математики должен уметь работать на русском языке, на татарском языке и на английском языке. Понятно, это выше тех стандартов, которые сегодня есть в образовательной среде. Но если такие желающие есть, они либо сами доплачивают дополнительные курсы, берут, либо за них платят работодатели. Уже известно, что Казанский федеральный университет станет центром ответственности за подготовку учителей полилинговальной образовательной среды в Поволжском федеральном округе. Реализовывать инициативу будут в Институте международных отношений, Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, где подготовлена вся необходимая инфраструктура. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Впервые в выставочном центре Казань-Экспо проходит 11-й международный экономический саммит России-Исламский мир Казан-Экспо 24 апреля. В заседании принял участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. Президент Атарстана Рустам Миниханов открыл пленарное заседание форума приветствием президента России Владимира Путина. Мусульманские страны – традиционные партнеры России в деле продвижения межсивилизационного и межконфессионального диалога в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне. С удовлетворением отмечаю, что наши связи с экономической сферой также развиваются весьма динамично, становятся все более разнообразными. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран-организаций исламского сотрудничества. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В Казанском университете уже традиционно проводится форум Russian PR Week. Что на нем будет в этом году, мы расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете открылся Всероссийский студенческий образовательно-интерактивный форум общественных коммуникаций Russian PR Week. С приветственным словом выступил начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов инициатив, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан Денис Суганяка. Сегодня события, которые происходят в онлайн, они не менее важны жизни офлайн. И сегодня Министерство по делам молодежи, наше молодое министерство, уделяет этому большое внимание. На форуме выступают уже достигшие определенного успеха представители пиар-среды. Они рассказали студентам о рекламе, раскрутке, работе со СМИ и других методах продвижения проекта или продукта. Их слушателями стали студенты с разных направлений обучения, которые начинают свой путь в профессию. В рамках Всероссийского форума родных языков, прошедшего на территории деревни Универсиады, подвели итоги Международной Олимпиады по татарскому языку. Ее победителем стал ученик 10-го класса IT-лицея КФУ Гусманов-Нияз. Заключительный этап Олимпиады состоял из письменного и устного тура. Тема последнего – «Татарстан в современном мире». С 24 по 25 апреля в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялась Республиканская олимпиада юных изобретателей Кулибины 21 века. Подробнее в сюжете Аусу Саттарвей. Ежегодная Олимпиада Кулибины 21 века прошла на базе Инженерного института, на которой участники представляли свои разработки. И что самое удивительное – каждое изобретение дети мастерили сами. И здесь у нас проводятся итоговые. У нас они разделены на две части. Вчера были постарше ребята, их побольше. Они где-то 10-11 классы, а сейчас уже дети помладше. Но даже у этих младших детей у многих есть уже даже патенты. Многие школьники принимают участие не в первый раз. Именно поэтому главный приз для победителей – не деньги и не дипломы, а льготы при поступлении в Казанский федеральный университет и ряд других вузов. Ну как положено, то есть за участие в Олимпиаде они получают дополнительные баллы, и это еще плюс к тому, чтобы отобрать более одаренных детей. Свои преимущества будут и у школьников младших классов. До вузов им пока далеко, а вот IT-лиц Эйкафу с радостью откроет двери юным инженерам. Для ребят младшего класса мы также проводим экскурсии по нашему IT-лицею, по нашему лицею Лобачевского и показываем, в каких хороших условиях ребята не только учатся, но и проживают. А в следующем сюжете мы расскажем вам о серии мероприятий, прошедших в стенах Казанского федерального университета. Институт международных отношений Казанского федерального университета. С 25 по 27 апреля в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится четвертая международная научно-практическая конференция «Современное телевидение» между национальным и глобальным 2019. Мероприятие приурочено к 60-летию государственного телевидения в Республике Татарстан. В программе конференции круглые столы с участием практиков, мастер-классы ведущих российских тележурналистов и публичные лекции медиа-исследователей. 25 апреля в КФУ прошла общая университетская ярмарка вакансий «Будущее за тобой». Здесь была представлена актуальная информация об организациях, компаниях и открытых вакансиях для студентов и выпускников. Главная цель мероприятия – обеспечить возможность прямых контактов работодателей со студентами и выпускниками университета. Более 50 работодателей представили около 200 вакансий. Это места для практик, стажировок студентов и места для трудоустройства. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Арсений Каримов, Универ Ньюс. На сегодня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч.